Всего в районе оборудовали три пункта сбора, где жители в прямом эфире могли адресовать свои вопросы Акиму. Здесь установили необходимое оборудование – микрофоны, большой монитор и световые приборы. Сами же горожане сидят в масках и рассажены с учётом социальной дистанции. Каждая локация рассчитана на несколько десятков человек. Среди тех, кто пришёл адресовать свой вопрос Акиму района – Гульбибе Мадьярказе. Она несколько месяцев назад переехала в квартиру близ Большой Алматинки. Женщина жалуется, что территория жилого дома стала пристанищем для бомжей, которые по ночам не дают покоя жителям и мусорят на участке. Мы беспокоимся за детей. Не можем их просто так отпустить поиграть во дворе. Много у нас бомжей ходят, с собой носят мусор. Полная антисанитария. Надеюсь, этот вопрос возьмут на контроль. А вот жительница микрорайона Житсу-2 Айгер Мисимбаева недовольна незаконным строительством на участке, где расположен многоэтажный дом, в котором она живёт. Мы хотели бы попросить вас остановить и запретить стройку жилого комплекса, вот девятиэтажного жилого комплекса. У нас и так дворовой территории мало, а так вообще детям негде гулять. Данный собственник земельного участка не раз обращался в выполномоченные органы, пять раз получил отказ. Жители данного дома должны успокоиться и не переживать. Если самовольное строительство данным собственником будет всё-таки производиться, уведомить нас, мы в обязательном порядке, выполномоченные органы, приостановят данные строительные работы. Прозвучало немало и других вопросов по благоустройству придомовых участков, освещению и водоснабжению. Все обращения Аким взял на карандаш и пообещал во всём разобраться. 50% времени сидим без воды, потому что происходят аварии. Концов найти не можем, горводоканал говорит, что не было в проекте. Обращаясь в Акимат, тоже не совсем владеют ситуацией ваши исполнители. Вместе с тем глава местной администрации ознакомил жителей с будущими планами по развитию района. Это благоустройство участков, обновление систем канализации, инженерных сетей и решение проблем ветхого жилья. В этом году завершится разработка проектно-сметной документации для врачебной амбулатории на 200 посещений в микрорайоне Мамор. Для улучшения состояния коммунального хозяйства домов в рамках программы «Нурлужер» в плане на текущий год замена 100 лифтовых оборудований в 48 домах. Кроме этого предусмотрено проведение ремонта кровли в 30 домах. За три часа прямого эфира на нашем телеканале Аким ответил на 65 вопросов. Всего же поступило 405 обращений по телефону, социальным сетям и мессенджерам. Все запросы горожан глава района пообещал рассмотреть и предоставить ответ в самое ближайшее время.